Ситуация с детским дорожным травматизмом по-прежнему остается напряженной. Особенно остро эта проблема встает во время каникул, когда дети много времени проводят на улице и остаются без присмотра взрослых. О том, какие меры необходимо принять, чтобы обезопасить своего ребенка на дороге, нам рассказала инспектор по безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Славинскому району Юлия Василенко. На отчетный период текущего года уже на территории района зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 16 лет. Один ребенок погиб, 11 детей получили ранения различных степеней тяжести. Больше всего пострадали, это категория таких участников, как пассажиры. Люди едут на моря и зачастую забывают, не желают использовать детские удерживающие устройства, в результате чего дети получают серьезные телесные повреждения. И другой причиной совершения дорожно-транспортных происшествий является несоблюдение водителями правила проезда, нерегулируемых пешеходных переходов. Так, на территории нашего района за истекший период времени текущего года произошло уже 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали юные пешеходы. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма является одной из приоритетных задач Славянской госавтоинспекции. С целью уменьшения количества аварий на территории района с участием детей сотрудниками госавтоинспекции производятся различные мероприятия, акции, викторины, соревнования не только с детьми, но и со взрослыми. Мы призываем всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения. Уважаемые родители, обращаясь к вам, хочется сказать, без вас не получится. Пожалуйста, уделите 5 минут своего времени, но эти уроки должны быть постоянными. Ежедневно разговаривайте с детьми о дорожной ситуации. Показывайте им своим примером, как правило, переходить дорогу. Именно вас, ребенок, копирует свое поведение. Вы подаете ему пример так, как нужно вести себя на дороге. Уроки и беседы должны быть постоянными с детьми. Не от случая к случаям, а именно постоянными. Двигаясь в транспортном средстве, идя по улицам нашего города, рассказывайте детям, показывайте, какие ситуации могут произойти, как правильно переходить дорогу. У ребенка должен быть сформирован твердый навык, как он должен себя вести при проезде, либо будучи участником дорожного движения. Знаете, вот летом самая у нас больная тема – это ДТП с участием детей, управляющих мототранспортом. Уважаемые родители, зачастую вы сами дарите детям скутера, покупаете эти мотоциклы. Зачем вы покупаете такие опасные игрушки? Управлять мототранспортом возможно при наличии водительского удостоверения в соответствующей категории. На территории района недавно, буквально две недели назад, произошло дорожно-транспортное происшествие, где парень, 14-летний, не имея права управления, попал в ДТП на мотоцикле. Очень серьезно пострадал ребенок. Родители, следите за своими детьми.